Ну что, приятного просмотра вам влога о моём октябре, он получился очень классный, осенний, надеюсь, вам понравится, пишите в комментарии, что зацепило, были в этих местах, не были, что ещё показать, куда мне сходить, может быть, в ноябре и отразить это в следующем влоге, в общем, жду любую активность и хорошего просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Привет! Бады, витаминки, которые нужны в таком быстром доступе, добавки в протеин, который мы пьём, масло, всякие витаминки, коллаген, омега, вот эти штуки я вам показывала тоже в влоге про сентябрь, вот пью и наблюдаю за эффектом. Витамин D это ваняна добавка для суставов и костей, ну короче, мне нравится, что здесь теперь такой минимализм, белые стены, у нас, как вы видите, нет плитки, из-за этого кухня выглядит очень европейски. У нас уже была как-то квартира в Питере, где тоже не было плитки, но там был хозяин финн, и мы объясняли это этим, то что в Финляндии часто действительно бывает, что нет плитки. Ну вот здесь тоже, такой европейский стилёк. Здесь тоже сделала перестановку, здесь теперь такой красный угол, и вот здесь тоже всё переставила, вот только выкинула цветы, гортензии, которые Ваня мне на рождение подарила, стояли почти месяц, и теперь здесь тоже такой минимализм, надо какие-нибудь новые цветочки срезанные купить. А ещё мы вчера с новыми нашими приятелями погуляли и решили купить билеты в театр на балет, вот пойдём скоро все вместе на балет, я давно хотела здесь ходить, вообще давно не была на балете, и он в Минске очень недорогой, один билет стоит, получается, 30 белорусских рублей, это 1000 рублей российских, ну вообще, то есть недорогой, 10 евро, да, получается, по сегодняшнему курсу за балет, очень хорошие места, будет всё видно, вот, жду. Ещё я решила в рамках минимализации кухни сделать что-то вот с этими дурацкими банками протеина, которые всё время здесь стоят. Купила в фикс-прайсе вот такие вот баночки стеклянные, очень люблю стекло, оно намного приятнее по ощущениям, по сравнению с пластиком, сейчас буду пересыпать. В общем, вот что получилось, две такие аккуратные баночки, вписываются и помещаются, мне прям нравится, стало лучше. Ваня сегодня помогает соседу, у него сбежали хрюшки, и Ваня пошёл их помогать, перегонять, поймала хрюшу. Хрюшка совершила побег. Молодец, Ваня! У нас выходной, мы приехали в музей с друзьями, сейчас пойдём на выставку. Вот он, друзья! Помахайте ручкой! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня утро, понедельник, вчера был просто нереальный ураган, сейчас за окошком светит солнышко, такая свежескошенная зелёная травка, и не верится, что вчера было, падающие деревья, снег. Вчера было 8 октября, и в Минске, в Москве, и, по-моему, в Питере тоже был снег, но вот Минск был не исключение этого циклона. Машину просто сдувало, мы вчера как раз ездили в загород, в разные усадьбы, и, несмотря на то, что у нас довольно тяжёленький джип, но такой средний по весу, машину просто сносило ветром, было реально очень страшно на шоссе. Ну, всё устаканилось, вроде бы даже отопление вдаль можно чуть-чуть подвыключить, тёплые полы, стало получше. На самом деле, у меня сейчас происходит интересный такой рабочий момент, я несколько лет слышала вопрос, почему я не запишу свой курс, и всем отвечала на вопросы так, что у меня уже были свои курсы и онлайн, и в качестве преподавателя я много где выступала, да, на образовательных площадках, и была своя оффлайн-школа в Питере и в Москве, и мы ездили по разным городам с мастер-классами, то есть для меня это такая, как будто бы была уже пройдена история, и делать ещё один курс по маркетингу свой, да, вкладываться в него, записываться мне после двух онлайн-курсов своих и там кучи вот этих всех проектов мне не очень хотелось, просто не очень интересно. Но недавно мне написал знакомый, который запускает сейчас прямо в Сколково свой проект по созданию онлайн-курсов, это приложение, где можно как найти, да, и посмотреть курс, так и преподавателю, спикеру разместить свой курс, и удобно его как такую через CRM-ку продавать, распространять, выкладывать там задания, отслеживать прогресс, в общем, очень удобная платформа. И так как мне буквально вот за последнее время несколько раз опять прилетал этот вопрос, я подумала, может быть, это классный момент, чтобы сделать действительно свой курс, но какой-то уже новый, интересный мне, и я поняла, что мне интересно уже преподавать по коучингу, по каким-то таким помогающим софт-скиллам, в общем, про вот это направление, не про маркетинг больше, да, там, самой что-то делать уже, а именно про коучинг. И я вот сейчас буду записывать сегодня, завтра, послезавтра уроки, потому что, чтобы попасть в рассылку от этого сервиса по большой базе, я должна им уже вот скоро все прислать. Для меня это очень интересный опыт, у меня много знаний, что-то я выкладывала на ютубе, что-то я рассказываю на своих коуч-сессиях, даю какие-то упражнения, что-то я разово где-то рассказывала на лекциях, а сейчас надо будет как будто бы объединить весь этот опыт и записать такие большие, полноформатные, мощные уроки для этого курса. И это дико интересно, я уже преподаю для коучей в формате наставничества, а тут это будет именно по коучингу для моих, например, прошлых клиентов дополнительная информация, или для тех, кто хочет сделать такой самокоучинг, самостоятельно проделать все упражнения, теорию прочитать, узнать, на практике все это попробовать, упражнения выполнить. В общем, это будет такой курс по самокоучингу. За три дня, мне кажется, довольно большой пласт все это проанализировать, вспомнить, рассказать, записать, сделать классные видео, но почему нет, я много выступаю и практически все пишу с первого дубля, все на экспромте, поэтому буду сегодня вот это делать. Вот, такие дела. Скоро вам покажу, что получилось. Начинаю готовиться к рабочему дню, беру ежедневник. Сегодня у меня еще помимо курсов, записи уроков, одна коуч-сессия, одно занятие, часовое, в рамках наставничества. У меня сейчас маркетолог, владелец своего небольшого агентства из Калининграда на наставничество. Вот, еще у меня сегодня созвон с сервисом Тильда, вы все знаете Тильда, создание сайтов. Вот, буду для них скоро выступать, и мы созваниваемся обсудить моментики, разные тезисы, дату записи, будет такой организационный созвон. Ну и разные дела по конторе, то есть согласовать что-то, посмотреть документы, которые подготовила команда, такие небольшие задачки тоже есть. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и что? Ну что, Биб, едем в парк гулять? Ну и что, Биб Так что завершилась моя двадцать первая сессия с психологиней Мэй, именно с этой, так-то их намного больше уже за годы, я, вы знаете, просто фанатка терапии, особенно КПТ или гештальта, чего-то такого по самоосознанию себя, про границы и разные доказанные методы люблю, вот как КПТ, и, конечно, тяжело. Сейчас мы обсуждаем много вопросов, связанных с работой, с личными границами, со своими желаниями, такая была одна из довольно нелёгких сессий, вышла с таким багажом вообще вопросов к себе, инсайтов, не буду думать. Сейчас занимаюсь раз в две недели, раньше занималась раз в неделю, сейчас мы сделали пореже, как-то потребность исчезла, никаких острых таких запросов суперактуальных нет, скорее такая психологическая гиена, и вот нравится брать промежуток между сессиями и приходить уже с какими-то результатами. В какой-то момент я прям почувствовала, что я привязываюсь, и чуть что, чуть какой-то стресс, и сразу хочу записаться на сессию и скорее её провести, потому что мне это не очень нравится, хочу всё-таки в себе опору взращивать, и самой себе в первую очередь быть помощью, не опираться ни на кого, ни на мужа, ни на психолога, скорее это использовать как дополнительный инструмент. Вот, ну, это говорит о том, что терапия идёт верным путём, а гисталь так и работает, вот мы, получается, уже 21 сессия, это мы в марте начали работать, а сейчас конец октября, то есть уже долго, больше полугода, вот как-то так. Смотрите, какая уютная собачка. Я работаю, она сидит со мной, а там прям распогодилось для октября. Все год назад было намного теплее, когда мы переехали только в Беларусь, было плюс 20 почти, но дерево было уже жёлтое в это время. У нас сегодня историческое событие, Ваня добыл картошку у соседей, съездил, сам купил продукты, обычно это моя обязанность, и что делает? Варю грибы, делаю картофельное пюре с грибами, с лучком. Сам вызвался приготовить грибы, я не люблю грибы, он их сам вчера собирал, вы видели, и вот теперь готовит. Это подосиновики и подберёзовики, и будет картошечка с грибами теперь. Ты читаешь рецепт? Да. Не трави нас, только пожалуйста. Стараюсь. Если видео больше не выдано на этом канале, то вы знаете, кого видеть. Чтобы вы не думали, что у нас идеальный пёс, посмотрите, что Биба сделала. Мы её выпустили и забыли, что там пакет мусорный лежит. Биба, это кто натворил, а? Это что такое? Ай-яй-яй. Приехала на тренировку, мы сейчас три раза в неделю занимаемся силовыми с личным тренером. Сегодня суббота, людей мало, поэтому чуть-чуть приснимаем. Обычно там просто очень много людей. Минск очень спортивный город. Все занимаются. Сегодня я введу вебинар для тинди из каворкинга. Приехала в дом готовиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА